Сделать наращивание на гелевые типсы, если у вас идеальные, прямые, растущие в одном направлении ногти, достаточно легко. Но такие ногти не у всех, и часто нам встречаются ногти, которые растут вниз. В этом видео покажу вам очень простой нейлхак, как можно работать с такими ногтями. Он подойдет абсолютно под любой материал и любые гелевые типсы, и, конечно, вам еще потребуется аппарат. Заодно попробую новую машинку от бренда Delania, которую мне недавно прислали, вот такая маленькая портативная машинка. По размеру она практически как мой телефон, так что сделаем такой полноценный тест-драйв, сделаем снятие материала, аппаратный маникюр и, конечно же, новое наращивание и очень простой, но необычный дизайн. В общем, будет насыщенно и интересно, так что не переключайся. Как обычно, начинаем с распаковки. Кстати, сама коробка небольшая, так что предполагаю, что машинка будет тоже очень миниатюрная. Здесь у нас есть инструкция. Кстати, это моя первая машинка сиреневого цвета. Как вы видите по моим перчаткам, это один из моих любимых оттенков. Работает она на батарее, то есть достаточно зарядить в течение двух часов, и затем у вас есть примерно 8 часов работы. Это значит, что работать ей можно где угодно. Вот я попробовала, например, сделать себе снятие около бассейна. Это удобная функция, если вы много работаете на выезде или вообще в тех местах, когда нет возможности подключиться к розетке. В наборе идут вот такие колпачки с абразивом, кстати, розового цвета, и вот такие алмазные фрезы, которые я, как правило, не использую, потому что они очень низкого качества. Ручка тоже такая хромовая, сиреневая. В общем, давайте пробовать. Максимальная скорость 35 тысяч оборотов мы можем видеть на дисплее, какая у нас скорость и также уровень зарядки. Как обычно, первый тест-драйв я делаю, конечно же, на снятии материала, потому что, мне кажется, любой аппарат лучше всего тестировать именно так. Все-таки для маникюра нам нужно немного меньше мощности. У меня здесь наращивание полигелем, я использую керамическую фрезу, и, как видите, материал снимается. Конечно, эта машинка не такая мощная, как стационарные, поэтому для ежедневной потоковой работы в салоне, когда вам нужно за день делать по 6, 8 или 10 снятий материала, лучше взять что-то помощнее. Но вот для домашней работы, либо если вы хотите, чтобы у вас была машинка, чтобы вы могли брать ее в отпуск или в какие-то поездки. И, конечно же, для себяшек, тем, кто делает маникюр или наращивание только себе, я считаю, такой машинки будет вполне достаточно. Теперь давайте переходить к наращиванию. Это ногти моей клиентки, они немного синие, потому что мы только что снимали синий лак. Сейчас будем делать наращивание с помощью гелевых типс. Для этого нам нужно убрать свободный край, я иногда использую ножницы, чтобы это сделать быстрее. Кстати, она будет делать наращивание ногтей впервые. Мне кажется, я уже 100 лет не работала с натуральными ногтями, которые еще ни разу не наращивались. Ну, то есть, она не делала ни гель-лак, ни наращивание, представляете? И вот в первый раз решилась. Я всегда чувствую какую-то особую ответственность, когда мне об этом говорят. Приступаем к маникюру. Ставлю скорость 17 тысяч оборотов и на режиме форвард работаю с одной стороной. Здесь ногтевая пластина немного окрасилась от лака, и вы можете наглядно видеть, где работает фреза. Мы ей не только зачищаем всю кожу, отодвигаем кутикулу, но также слегка снимаем блеск в пазухах. То есть, в этой части вам потом не придется дополнительно снимать блеск. Когда вы хотите переключиться на противоположное вращение, то есть на реверс, вам не обязательно останавливать машинку. Вы просто можете сразу нажать реверс, и мотор сам остановится автоматически и переключится в обратное вращение. Люблю этот процесс. Прямо смотришь, как ноготь был блестящим, отросшим, и далее он превращается в такой чистый, матовый, и после этого мы начинаем творить. Затем я снимаю блеск, я предпочитаю сначала приподнять кутикулу, и после этого уже снимать блеск, и затем я только срежу кутикулу. Потому что бывает такой тип кожи, тип кутикул, когда ты касаешься его повторно шлифовщиком, и в итоге там опять получаются какие-то зацепки. Я использовала 180 грит шлифовщик, и кутикулу я, как правило, срезаю ножничками, мне больше всего комфортен именно этот вариант. Чистые ноготочки подготовлены, какая же красивая форма у моей клиентки. Наносим дегидратор на всю ногтевую пластину, дожидаемся полного высыхания, и после этого бескислотный праймер. Подготовка к наращиванию должна быть всегда примерно одинаковой, неважно, хотите ли вы использовать верхние формы, нижние формы, либо гелевые типсы. От качества подготовки зависит то, как долго будет держаться покрытие. Кстати, ногти у клиентки вполне себе стандартные, но вот указательный ноготь достаточно стильно смотрит вниз. И я вам покажу, как с этим работать. Как правило, я наношу гель на типс, и вот таким образом устанавливаю с небольшим отступом. Важно следить, чтобы геля было достаточно, не получалось никаких пузырей. Если вы случайно взяли много, то лишнее вы можете сразу убрать с помощью салфетки, либо апельсиновой палочки. С ногтем, который смотрит вниз, мы будем работать немного по-другому. Я его подготовила таким же точно способом, нанесла базу, наношу гель на типс, и если я начну приклеивать так, чтобы гель полностью соприкасался с ногтевой пластиной, то типс будет также смотреть вниз, как и ноготь, а мы хотим его выпрямить. Поэтому я не до конца нажимаю у кутикулы, и там остается небольшая полость. Не бойтесь, просто фиксируем это в лампе, и видите, сверху вот такой прозрачный островок, это там, где остался воздух. То есть мы до конца не приклеили типс, и это абсолютно нормально, я расскажу потом, что с этим сделать. Но зато направление этого ногтя у нас теперь прямое, и мы, можно сказать, его уже исправили. Нам не требуется какой-то особый опил, я просто хочу избавиться от вот этой точки на свободном крае, которая, как правило, присутствует в гелевых типсах. Мы запланировали очень красивый эффектный дизайн, и он имеет прозрачные окошки на свободном крае, а значит, мне нужна абсолютная стеклянная прозрачность. Чтобы этого добиться, я взяла твердосплавную фрезу конуснообразной формы и выпиливаю вот эти цифры изнутри. Если где-то у вас остались небольшие затеки геля, это также можно поправить с помощью фрезы. При работе таким способом, когда мы наклеиваем гелевые типсы с отступом, есть разные методы, можно взять базу, либо гель и сразу заполнить это место. Но если типсы имеют достаточно выраженную толщину в зоне кутикулы, то я все-таки люблю сначала их опилить, чтобы этот промежуток был абсолютно незаметен. Для этого я также использую твердосплавную фрезу. Очень важно, когда вы делаете такой запил, пилить только по типсам. Ни в коем случае не касайтесь натуральных ногтей, иначе мы сразу сделаем достаточно глубокий пропил. Как только я дошла до указательного, то точно таким же способом спилила все лишнее, учитывая тот самый пузырь, который мы не заполнили. Таким образом, на нем нам просто придется добавить больше геля в зоне кутикулы, чтобы достроить всю архитектуру, и все, в остальном этот ноготь больше не будет отличаться. На остальных мне нужно добавить лишь немного геля, поэтому я сначала промазываю просто всю поверхность, затем беру тонкую кисть, мне просто ей удобнее работать, каплю геля, у меня, кстати, обычный моделирующий гель, и добавляю ее в том месте, где не хватает материала. Распределяю по периметру, чтобы поверхность была гладкой, можно также перевернуть ноготь, чтобы убедиться, что у нас все ровно и симметрично. На указательном ногте, там, где вот этот зазор был больше, нам просто придется добавить чуть большее количество материалов. Вот, кстати, этот ноготь, то есть точно так же сначала все промазываем, и сейчас вы можете видеть, что там достаточно явный визуальный есть провал. Поэтому важно достроить всю архитектуру, чтобы укрепить этот ноготь, и также, чтобы при виде сбоку он был абсолютно ровным и гладким. Я предпочитаю гели средней или даже средней жидкой консистенции для такой работы, потому что у меня получается ими быстрее, я переворачиваю ноготь и сразу же фиксирую в лампе. Но вы можете работать гелем любой консистенции, я знаю, что некоторые мастера, наоборот, предпочитают более густые. Обязательно заполняем всю эту поверхность, просушиваем в лампе одну минуту, и теперь приступаем к дизайну. Я начну с того, что перекрою топом без липкого слоя изнанку, потому что у нас будет стеклянный эффект, и я хочу, чтобы ногти были полностью прозрачными. И да, мои перчатки опять дырявые, потому что у меня у самой стилеты, и они, как вы знаете, всегда прокалывают перчатки, тут уж ничего не сделаешь. Буквально через 5 минут получаешься вот такой, как волк. Мы решили сделать ложе цветным, я использую вот такой темно-зеленый витражный гель-лак с серебристыми блестками. Мне так нравится, как эффектно он смотрится, когда наносишь его в один слой, потому что витраж виднее. Но так как наша задача все-таки скрыть ложе, и когда наносишь его таким способом, будут видны небольшие разводы, все-таки потребуются два слоя. Тонкой кистью я прорисовываю линию улыбки, чтобы она была четче, и также ближе подхожу к кутикуле и к боковым сторонам. Идея этого дизайна у меня так давно уже была сохранена, и мне очень хотелось ее реализовать, и вот, наконец-то, мы ее делаем. Я ее специально хранила именно для такой формы, потому что, мне кажется, на квадрате или на стилете она будет смотреться не так эффектно, а вот на миндале самое то. Я до последнего надеялась, что, может быть, все-таки мы можем обойтись одним слоем, но нет. Чтобы цвет получился более ярким и насыщенным, все же нужен второй. Поэтому вторым слоем я достаточно быстро просто повторяю этот контур, также ложе. И теперь тем же самым цветом, тонкой кистью, я буду делать обводку по свободному краю. Так у нас получится эффект двойной улыбки. Кстати, на видео достаточно эффектно смотрятся ногти и просто с прозрачным кончиком, согласитесь. Но вот в жизни мне никогда не нравилось, как они выглядят, потому что, когда у тебя абсолютно прозрачный кончик, всегда получается эффект просто коротких ногтей. Как будто бы ноготь заканчивается, где идет зеленая ложа, и все. Но если мы делаем вот такой ободок по свободному краю, то это уже совсем другое дело. Но на этом наш дизайн не заканчивается. Давайте еще добавим немного абстракции и космоса в зону ногтевого ложа. После полимеризации на этом цвете практически не остается липкого слоя, поэтому я добавляю тонкий-тонкий слой базы. Затем прямо по мокрой базе, не просушивая, я беру разбавленный белый гель-лак. Разбавила также с базой, чтобы получить эффект мрамора. То же самое делаю с помощью мятного оттенка. Немного разбавила с базой, чтобы он был не слишком ярким. И в самом конце я беру уже чисто белый гель-лак и делаю небольшие разводы. Здесь главное не слишком увлечься, чтобы фон все-таки был виден. И тот факт, что в нем есть такие серебристые блестки, мне кажется, как раз создает эффект космоса. За счет добавления этих оттенков ногти теперь не такие блестящие, а значит не помешают еще немного блеска. Теперь я беру вот такие хлопья юки, также с желтым и зеленым оттенком. И буквально пару штучек добавляю в самую светлую часть, чтобы добавить еще немного глубины. Но здесь простое правило, в какой-то момент все-таки надо остановиться, чтобы не слишком все блестело. Перекрываем все это, конечно же, глянцевым топом, чтобы все выделялось, сверкало и дизайн готов. Ну как вам такой вариант экспресс-дизайна? Если вам нравятся мои идеи, не забывайте меня отмечать в инстаграм. Мне будет очень интересно посмотреть на ваши работы. До новых встреч, пока-пока!